А теперь нырнём глубже, но и технику возьмём посерьёзнее. На Черноморском флоте курсанты покоряют морские глубины в формате 3D на специальном тренажёре. С виду обычное судно, пришвартованное в порту Черноморского флота. Но внутри него кроются высокие технологии. Новый тренажёр, разработанный английскими инженерами и доработанный российскими специалистами. Теперь через него проходят все молодые курсанты. Прежде чем допустить новичков до дорогостоящей техники, нужно, как говорится, тренироваться на кошках. На главной панели шесть мониторов, которые показывают трёхмерное изображение самого робота, гидролокатор, данные о роботе, глубину, бремя, скорость спуска. Всё то же самое, что и на настоящей технике. Но пока для курсантов всё в виртуальной теории. Подводный робот по-настоящему хирургический инструмент. Он способен пробираться в такие места и выполнять такие сложные задания, на которые не способен даже самый подготовленный водолаз. С его помощью можно, например, открыть аварийный люк под лодки. В этом тренажёре мы можем изменять условия под водой, которые точно так же в реальных условиях бывают достаточно тяжёлыми. То есть это и очень сильное придонное течение, и очень сильная загрязнённость воды. Всё это мы можем менять здесь с инструкторского компьютера. Настолько изменить, что приходится управлять аппаратом практически вслепую. У инструктора свой монитор. Он видит действия ученика-стажёра и может в любой момент вмешаться в его действия через дублирующие джойстики. Подходи, пожалуйста. Садись в предстык. Скопи. Да. Специалистов, освоивших в теории тонкости управления сложной техникой, в жизни ждут настоящие сверхзадачи. Например, операторам настоящего аппарата «Пантера-Плюс» во время поисковой операции в мае прошлого года удалось обнаружить на дне Охотского моря рыболовецкий траулер «Аметист», пропавший годом ранее. С такой подготовкой, как на виртуальной версии «Пантеры», они сумеют найти ещё и не такое. Александр Малышев, Михаил Кондратьев, Вести.